Доброе утро, дорогие друзья! Программа «Наше утро» продолжается. В студии все так же вместе с вами мы, Марина Гесса, Степана Рейфельф. И у нас сегодня замечательный предновогодний эфир. Тема какая у нас сегодня хорошая? День писем Деду Морозу. День писем Деду Морозу. Готовимся к Новому году. Да, вот в предновогоднюю неделю в зале органной и камерной музыки «Родина» состоится три концертные программы. Да, и более подробно об этом, вот в таком творческом музыкальном подарке, новогоднем подарке, мы поговорим с гостями, которые пришли к нам рано утром в студию. Лариса Тимшина, органистка, лауреат международных конкурсов. И Татьяна Зайцева, тоже саксофонистка. И также лауреат огромного количества международных конкурсов. Доброе утро! Доброе утро! Давайте сначала, вот прежде чем про концерты, письмо Деду Морозу написали? Конечно! Сбудется? Надеюсь. Когда пишут, все же надеются на лучшее. Ну хорошо, давайте теперь перейдем к нашей теме непосредственно. Вот что ждать зрителям? 24 декабря у нас очень красивый концерт, представляет народный артист России, органист Владимир Хомяков. Он выступает с певицей из Санкт-Петербурга Дарьей Телятниковой. 25 декабря Марина Сафронова, это лауреат международных конкурсов, преподаватель ЮРГИ, она организовала концертную программу, в которой принимает большое количество молодых исполнителей. В том числе Лариса Кенщина. В том числе студент Бабаев Александр. Печугин Дмитрий играет на трубе. Мы исполняем, вот я играю на органе, Марина Сафронова поет. И Печугин Дмитрий играет на трубе музыку «Скарлати». То есть это очень редкая звучащая музыка. Поэтому вот этот концерт, можно сказать, уникальный. Там также выступает вокальный ансамбль юношей ЮРГИ под управлением Ивана Резепина. Приглашаем вас на этот концерт. Он называется очень красиво. «Рождественский дивертисмент. Тихая ночь». Ну, в предбире Нового года и Рождества, конечно, замечательный подарок будет каждому. А какие еще произведения прозвучат на других концертах? 26 декабря у нас с Татьяной Зайцевой и Натальей Гущиной прекрасная рождественская программа, которая называется «Новогодний вечер в органном зале». Да, и вот Лариса Тимшина сказала, что будет уникальный концерт. У нас такое ощущение, что в филармонии каждый концерт уникальный. Просто смотря, как к этому подойти. То есть такое количество культурно-развлекательных мероприятий, что на любой вкус. И поэтому я вот считаю, что наш концерт 26 декабря в том числе является уникальным. Потому что мы долгое время не играли таким составом, когда мы именно втроем. Мы с этого состава начинали с 2010 года. То есть мы очень любим наш коллектив. Все, что мы исполняем, мы это делаем с такой радостью. Тем более в эти новогодние праздники как-то особенно играется особенное состояние и в жизни, и на сцене. И будут звучать самые-самые такие сокровенные, теплые, душевные мелодии. Какие-то будут рождественские хоралы. Музыка Микайла Теревердиева, которую мы все знаем с детства. По фильмам, которые мы, наверное, будем пересматривать всю жизнь. И вот 26 числа мы порадуем наших челябинских слушателей вот такой музыкой. Таня, вы чувствуете, находясь на сцене, вот эту уже предновогоднюю энергетику зала? Конечно же чувствуем, потому что у нас 14 декабря прошел концерт «Орган-хит», в котором Лариса Тимшина, Наталья Гущина, Анастасия Полумагина и я выступали. И когда на сцене елка, сразу же ощущение и у зрителей, мы понимаем, что атмосфера меняется, люди теплеют, несмотря на такое количество проблем, которые были и будут, но праздник, он как-то душу греет. Таня, мы тоже хотим быть теплее. Хотим праздник. Подарите нам что-нибудь. Так, для этой цели захватила инструмент. Совершенно случайно. Да, Лариса, сложнее как-то «Орган-хит» принести в студию. Таня, пожалуйста. Таня, пожалуйста. Таня, пожалуйста. Таня, пожалуйста. Урау! Это новогоднее настроение. Мы каждый день заряжаемся вот таким предновогодним позитивом. И мы так же, поверьте. Большое вам спасибо, что это утро вы пришли к нам. Не забудьте всем своим знакомым сказать, что писали письма Деду Морозу. Обязательно. Прямо передавайте, что это нужно делать. Но мы говорим вам еще раз огромное спасибо. И с наступающим Новым годом вас. Спасибо. Спасибо, и вас. Ну а в гостях, я напомню, у нас были Лариса Тимшина, органистка, лауреат международных конкурсов, и Татьяна Зайцева, исполнительница на саксофоне, лауреат международных конкурсов. Да, ну а прямо сейчас мы передадим слово еще одному лауреату международных конкурсов. Это наш шеф-повар, который готовит уникальные блюда. И сегодня он поделится с вами еще одним очень вкусным рецептом. Пожалуйста, рубрика «Хозяйки на заметку».